Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире телеканал НТС программа «Актуальные интервью». Что актуально 8 марта? Конечно же, цветы, любовь и красивые женщины. И сегодня у нас в гостях одна из ведущих солисток Севастопольского академического театра танца имени Вадима Елизарова, руководитель школы «Фламенко», заслуженная артистка Украины Евгения Гордиенко. Севастопольского академического театра танца имени Вадима Елизарова. Женя, расскажи, пожалуйста, в каком настроении ты встречаешь нынешнюю весну и можешь ли ты сказать о том, что весна – это твое любимое время года? Весна – это надежда. Всегда надежда для меня, потому что с первыми лучиками, вот, казалось бы, календарный, да, 1 марта вчера, но ощущение радости и предвкушения вот чего-то необычного, волшебного, оно все равно приходит с наступлением весны, конечно же. Сказать, что мое любимое время года, наверное, совсем точно не могу, потому что я стараюсь в каждом времени года находить свою прелесть. И зима, ну, на мой взгляд, нужна точно так же, как и все остальное, чтобы мы могли еще ярче, еще более полно прочувствовать всю прелесть весны. Международный женский день – 8 марта, несомненно, это любимый праздник большинства наших женщин. А как ты к нему относишься, как ты его отмечаешь и какие подарки любишь получать в этот день? Мы считаем, что 8 марта – именно праздник весны, без его исторических всех этих моментов. Конечно, когда в семье уже 4 девочки, то все ждут его с нетерпением. Что касается подарков, я предпочитаю сюрпризы. То есть для меня важно, чтобы сам подарок, чтобы ты его не просил и ожидаемо получил, а чтобы это был пусть маленький на сюрприз. И мы стараемся девчонок тоже радовать именно сюрпризами. Ты сказала, 4 девочки в семье – это вместе с тобой. У вас с мужем Эрнестом 3 девочки, трое замечательных дочерей, причем самый младший из них недавно исполнился месяц. Несмотря на это, ты уже в форме, ты уже на паркете, репетируешь и в скором времени собираешься выйти на сцену. Расскажи, почему тебе не сидится в декрете? Вот в третий раз я честно до конца пыталась себя настроить на то, что вот я рожу и я буду спокойной мамочкой с коляской гулять и все. Я никуда не буду бежать и рваться, но прошло ровно 5 дней. И вот какой-то зуд вот здесь вот внутри, он ощущается так, что требует действия, воплощения. И я мужу сказала, что по-моему, мне пора на работу. Ну и, собственно, на шестой день после родов я уже пришла на репетицию. Не хочется останавливаться. То есть вот тот путь, тот именно творческий путь, если мы говорим о работе, не хочется его прерывать. Это не страх опоздать или не успеть что-то сделать, а просто, ну, именно, наверное, желание делиться. То есть на группы я прихожу с осознанием того, что люди занимаются фламенко, они любят это дело, и мне не хотелось бы их кому-то передавать, другим специалистам, тем более, ну, в городе их не так много. И не хотелось бы давать им большой отдых, потому что там восстанавливаться будет тяжело. Хочется, чтобы дело продолжало развиваться и расти. Ну, а что касается театра, театр – это моя, ну, настолько большая составляющая жизни, что пока я точно себе не представляю существование без нее. Многие женщины оставляют работу на несколько лет, они говорят так, мы боимся пропустить что-то очень важное в процессе взросления ребенка, в процессе его воспитания. Таня, ты этого не боишься? Мы сейчас, вот глядя на, ну, самую младшую дочку, да, которой месяц еще не полный, два, не хочется торопить время ни в коем случае. То есть нет такого, что вот скорее бы пошла, скорее бы села, скорее бы то, скорее бы это. Ты понимаешь, что время и так так быстро пролетает, что действительно нужно наслаждаться этим. Но в то время, когда я с ребенком, я полностью посвящаю себя ему. И, ну, как бы я думаю, что вряд ли я что-то пропускаю. Тем более график на работе позволяет не проводить здесь целый день. Все равно я как-то подстраиваюсь так, чтобы это было без ущерба для общения с ребенком, конечно, и с остальными людьми тоже. Ну, вот они как раз бегут к нам, твои замечательные девчонки, Кира и Рената. Скажи, пожалуйста, ты любишь приходить сюда, в театр, к маме на работу? И какие спектакли ты любишь смотреть? Ну, мне из спектаклев нравится «Кровавая свадьба», а из сказок все. Рената, скажи мне, пожалуйста, тебе нравится вообще театр танца и «Мамина работа»? Да. ТРЕЙРО, 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 ТРЕРО, Руководитель группы «Фламенко», группы испанских танцев в Севастопольском театре танца. У тебя прекрасные ученицы. Расскажи, сколько их на сегодняшний день, как много желающих сегодня заниматься испанскими танцами, и почему все-таки танцы этой страны, ее танцевальная культура была когда-то выбрана тобой, когда ты влюбилась в испанские танцы. Интерес, конечно же, он был гораздо раньше, когда в бальной хореографии есть танец «Пасадобль», который стоит особняком от латиноамериканской всей компании танцев. Он меня привлекал больше всего своим темпераментом, своей эмоциональностью и сдержанностью одновременно. И потом, конечно, все эти качества больше раскрылись в искусстве «Фламенко», потому что «Фламенко» — это действительно не только танец, это взаимодействие между музыкой, между певцом и между танцором. Сейчас в группе у меня около 30 человек. То есть сейчас это уже, конечно, приобретает популярность, потому что когда я начинала, это были буквально близкие мне по духу люди, которые поддерживали мои увлечения и приходили на занятия. Вот сейчас «Фламенко» узнают, он появляется в танцевальных шоу, таких как «Танцуют все», «Танцуй со мной». У многих женщин, естественно, возникнет тебе этот вопрос, как ты сохраняешь такую потрясающую форму, будучи мамой троих детей. Я знаю, что у тебя какой-то особенный режим питания и что ты в течение многих лет не употребляешь мясо. Ты можешь назвать себя вегетарианкой? Да, действительно, мясо я не ем уже около 9 лет. К числу именно вегетарианцев я себя не причисляю, потому что там настолько вся эта тонкая грань. Кто-то ест яйца, кто-то не ест яйца. То же самое с рыбой. Я ем и рыбу, и морепродукты, и яйца. Исключение только мясо, птица. Переход на такое питание был абсолютно безболезненным и осознанным, если можно так сказать. Я не знаю, именно это помогает держать себя в форме или нет, но так питаться мне комфортно. И дети тоже точно так же я их кормлю. То есть мы в семье вообще не едим мясо, я его и не готовлю. Когда только я была одна на таком питании, конечно, были сложности с тем, что мужу я все равно готовила еду, ту, которую он ест. Но с тем, как он перестал есть мясо, вообще стало очень удобно и хорошо. Не так давно публика узнала тебя еще и как режиссера. Твоя полноценная режиссерская работа, спектакль по произведению Федерико Гарсио Лорке «Кровавая свадьба». Замечательная получилась работа, очень необычная для театра танца. Расскажи, пожалуйста, легко или наоборот сложно тебе работалось над этой постановкой? Я думаю, что «Кровавая свадьба» получилась. И когда я над ней работала, я не могу сказать, что это было сложно, потому что я была настолько увлечена этим делом, что вот пока мы не выпустили в первый раз спектакль, ни о чем другом не хотелось ни думать, ни делать. Но и были силы, были силы на создание спектакля, внутренние ресурсы, оно все подводило к тому, чтобы работа получилась. Ребята молодцы, они поддержали и мою идею, и на репетициях тоже помогали. Ну, я не могу сказать, что было прям сложно работать или что. Спасибо большое театру за эту возможность, за возможность воплощать свои идеи в жизнь. Совсем скоро, в 20-х числах марта, спектакль «Кровавая свадьба» возвращается на сцену театра танца, и те зрители, которые не успели его посмотреть, смогут это сделать. А почему именно это произведение, произведение, посвященное такой трагической, убийственной любви, было выбрано тобой? Для меня «Кровавая свадьба» — это спектакль даже не о трагической любви, это спектакль о выборе, потому что выбор, он же, ну, не имеет ни пола, ни возраста, каждый с ним сталкивается, и вот принятие героини решения своего, и что, к чему это все привело, спектакль об этом. Вот, а трагизм, ну, вот этот вот дополнительный трагизм — это как раз-таки потому, что действия разворачиваются в Испании, а в Испании не бывает полутонов, как мне кажется. Там либо черное, либо белое, и между ними красное. Там либо белое, и между ними красное. Я поздравляю всех дорогих женщин с праздником. Весны с приходом весны в наши сердца, и хотелось бы пожелать, чтобы мы были открыты для всего нового, и чтобы жизнь не переставала приносить нам сюрпризы, обязательно приятные, не всегда ожидаемые, и мы не утрачивали ту способность искренне радоваться им. Потому что вот с детьми, когда я со своими общаюсь, я понимаю, насколько они удивительно воспринимают мир, что их удивляют вещи, к которым мы привыкаем, что они радуются тому, чему взрослый уже совсем перестает радоваться, и даже порой не замечают. А именно вот появление детей в моей жизни, оно заставило на привычные вещи смотреть по-другому. И это наполняет, наполняет именно теми чувствами, которые позволяют двигаться дальше и находить что-то приятное в каждом дне. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова